Друзья, всем привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня разберем, что у нас происходит с биткоином, каких движений ожидать. Также я расскажу вам о своих впечатлениях про фильм крипты. Но давайте все по порядку. Начнем с того, что в прошлом прогнозе я рассматривал откат до уровня 4955 тысяч долларов. Данный откат мы с вами получили. Далее нам с вами закинули объемов для того, чтобы поднять нас к уровню 5250. Причем, этот уровень, ну, настолько рисованный, и он не поддерживается ни продавцом, ни покупателем. Поэтому я считаю, что надо держать в уме то, что при грядущих, при будущих каких-то движениях резких этот уровень не будет выступать серьезной, ну, и поддержкой, и сопротивлением соответственно. Это подтверждает спуффинг. Также довольно низкий объем торгов в канале. Спуффинг это выставление ордеров для того, чтобы впоследствии их убрать. То есть ордера, которые будут убраны. И таких ордеров действительно довольно немало в стаканах. Друзья, просто давайте возьмем любой фондовый график и сравним его с графиком биткоина. Мы увидим то, что объемы на фондовом графике будут поддерживать здоровую волатильность и здоровую торговлю. А объемы на биткоине у нас исключительно поддерживают уровень там 5250. И вот для того, чтобы мы на нем держались, и для того, чтобы маркет-мейкер на нем распределялся. В прошлом выпуске я вам говорил то, что при достижении уровня 4955 тысяч долларов рассчитывать на продолжение нисходящего движения, ну, не стоит. Потому что, действительно, у нас была довольно длительная фаза накопления актива на уровне 3500-4200. И сейчас в одно движение навряд ли нас будут опускать там ниже уровня 4750. Сейчас об этом расскажу поподробнее, но прежде коротко о спонсоре данного выпуска. Друзья, хочу рассказать вам о интересном YouTube-канале. Семен Юфа – это публичная личность, и он ведет свой собственный YouTube-канал. Он подробно рассказывает про новости криптовалют и бизнеса, а также у него есть свой собственный криптоактив, который называется Лепта. Все это и даже больше вы можете посмотреть у него на канале. Также на своем канале он разыгрывает айфоны, макбуки и даже автомобили. Ссылка на канал в описании. На уровне 3500-4200 маркетмейкерам набиралась позиция. Но здесь стоит обязательно обращать внимание на то, что не только маркетмейкер набирал позицию, но и игроки слабые и средние руки. И при таком росте данные игроки ожидают уровня 5700-6200 для того, чтобы начать фиксировать свои позиции. Но зачем маркетмейкеру давать эти уровни людям? Он лучше будет формировать новые, ни на чем не основанные уровни, а именно уровень 4750, 5000 долларов и 5500 долларов. На этих уровнях он будет распределять свою позицию, а игроки слабые и средние руки будут ожидать именно уровня 5700-6300 долларов. На данный момент фаза распределения не такая аккуратная, как фаза накопления. Поэтому, думаю, развязка данного движения – это вопрос одной-двух недель. Что касается краткосрочных движений, то тут, вероятнее всего, можно ожидать внутри канала движения до уровня 5500 долларов. Возможно, будет перехай, соответственно, предыдущего хая, то есть будет 5550-5600, я думаю, край. В этом есть логика. Таким образом, можно будет набрать еще дополнительных пассажиров для движения потом уже резкого вниз. Соответственно, краткосрочно от уровня 5500 нужно будет наблюдать за продавцом, наблюдать за тем, насколько агрессивно он будет работать. То есть здесь он либо будет спокойно разгружать свои позиции и опять отправит нас в уровень 55200, либо, соответственно, уже у нас будет жесткое распределение с походом на уровень 4200 долларов и ниже. Также тут стоит учитывать то, что пам биткоина с уровня 4000 долларов до уровня 4250 по большому счету еще не отыгрывал никакой достойной коррекции. Также тут стоит учитывать настрой инвесторов. Действительно, сейчас какого-то сверхжелания покупать на уровне 5200 и выше у людей просто нету. Соответственно, я думаю, что стоит ожидать еще одной игры на нервах трейдеров. Соответственно, слабые влетят в актив, ну и будет топливо. И после этого у нас будет обвал курса на уровне 4200 и ниже. Лично я большую часть позиций закрыл. Этой ночью решил закрыть еще позиции по биткоин кэшу. Напомню, покупал его на уровне 209 долларов. Позицию закрыл по 317 долларов. Соответственно, профит составил 52%. Также, друзья, решил посмотреть фильм «Крипта». Ой, очень смешанное ощущение. Буду честен. После 25-й минуты я его начал мотать. Очень скучно. Игра актеров мне не понравилась совсем. Но важная идея. То есть все время пытаются сказать «Криптовалюта – будущее». Показывают биткоин-терминалы, показывают майнинг-фермы. То есть человек, который в этом вообще не шарит, определенно может заинтересоваться. Думаю, это неплохое начало вот такой вот медийной популярности, так сказать, биткоина в плане вот фильмов и тому подобного. Но фильм не очень. Плюс хочу учесть, что он вот только-только вышел. Уже его можно на Яндексе посмотреть в нормальном качестве, с русской озвучкой. Не знаю. Мне фильм не зашел. Если бы меня спросили смотреть его, не смотреть его, я бы сказал, не, не смотрите. Реально просто потратите свое время впустую. Но то, что такие проекты делаются, это уже круто. Надеюсь, такие проекты еще будут делаться. И надеюсь, такие проекты будут популяризировать криптовалюту и все, что с этим связано. Друзья, своими соображениями по рынку я с вами поделился. Не забывайте подписываться на канал Семена Ефы. Также подписывайтесь на мой канал, поддерживайте видео лайками и оставляйте свои комментарии. Работаем! Субтитры сделал DimaTorzok